В Тираспеле на мемориале славы вспоминали героев Великой Отечественной. Подняли знамя победы. Президент Красносельский первым возложил цветы к вечному огню. Тирасполь, 9 мая, торжественное построение. Метроном осчитывает минуту молчания, памяти погибших на фронтах Великой Отечественной. Президент возлагает цветы к вечному огню. Многие на праздник пришли с героями. Вот они на фотографиях. Он служил в воздушно-десантных войсках. Дед начал войну с 1941 года и закончил ее в 1945 освобождением Праги. Прошел всю войну, не дожил буквально несколько дней, погиб. Саулов Иван Дмитриевич. Мой дедушка, командир минометного взвода, отдал свою жизнь в Польше в 1944 году. Пока мы живы, мы будем их помнить, потому что они будут живы. О своих героях помнит и президент. Четыре брата было, и все они вернулись с войны. Конечно, у каждого своя трагическая история. Все непросто, конечно же, да. Но, тем не менее, с ранениями мы все вернулись. Вот удивительно. Никто не погиб, хотя воевали практически в 1941, 1942, 1943 годах. Долг. Прийти, поклониться этим людям, своим дедам, другим, всему советскому народу. Военный оркестр идет маршем по площади Суворова. Над Тирасполем поднимают знамя победы под звуки победного гимна. Весь день на столичный мемориал шли люди. Цветы, фотографии, фронтовые истории. Мой отец воевал, освобождал Бессарабию, а сами мы из Латвии. Отец мой воевал, с 1924 года он прошел два года войны, был ранен и прожил до 75 лет все-таки после войны. Что для вас День Победы? День Победы для нас самый великий праздник. Самый великий. Самый главный из всех праздников. Потому что вы видите, как стараются переначивать победу наших отцов, дедов. На груди георгиевские ленты. Символ связи с поколением победителей. Герои живы, пока мы о них помним. Герои живы, пока мы великий праздник.